Приветствую всех в дискуссионном клубе Полтава. Я его организатор, моё дискуссионное прозвище Кихот. Сейчас я озвучу материалы дискуссии, которая в письменном виде состоялась между мною и ЮМАРСИ. ЮМАРСИ – это тоже дискуссионное прозвище. К сожалению, по ряду причин ЮМАРСИ не может лично озвучить свои аргументы, и она поручила это сделать мне. ЮМАРСИ написала картину, вот вы её видите, рядом со мною. Каждая картина – это не только источник эмоционального наслаждения, но и источник бесконечного размышления. Вот мы смотрим на картину, и какие мысли у нас в связи с этим рождаются. У каждого человека будут рождаться все мысли. То есть картина вытягивает из нас то, что у нас есть внутри. Какие мысли у нас рождает эта картина? Мы с ЮМАРСИ попеременно навели по три утверждения. В каждом утверждении какая-то наша отдельная мысль в связи с этой картиной. Мы попеременно по три утверждения приводим, и в итоге каждый из нас делает вывод, который должен подытожить все высказанные аргументы. Таким образом, наше с ЮМАРСИ размышление, оно описывает эту картину как бы с двух сторон. С её стороны и с моей стороны. Итак, начинает ЮМАРСИ. Какое её первое утверждение? Спокойствие на земле. Бесконечность тёмной стороны человека. Кра земная выдерживает всё это, так как она бесконечна в бесконечности. То есть ЮМАРСИ видит тёмную сторону человека как бесконечность тёмной стороны. Из этого утверждения ЮМАРСИ я могу заключить, что на картине изображена бесконечная тёмная сторона человека. Она синего цвета. И в это же время Земля спокойно за этим наблюдает. Следующее моё утверждение. Кихота. В окружающей нас природе всегда баланс и гармония. А вот в человеческом сознании естественная гармония принимает характер постоянной борьбы. То есть утверждение Кихота, что объективно нет ни хорошего, ни плохого, а только человек в своём сознании, он раскрашивает объективную реальность в какие-то цвета. Именно человеческое сознание говорит, это плохо, это хорошо. Следующее утверждение ЮМАРСИ. «Идущий по серпантину с цветами и не может найти выход с этой земли». Мне кажется, здесь ЮМАРСИ описывает человека, который пытается выйти из этого синего замкнутого круга. Он хочет сделать что-то хорошее для этого мира, но он не знает, как это сделать. И он в этом круге, он заключён как в темнице. Следующее утверждение моё Кихота. «Выход с земли – это бессмертие. Но стоит искать не личного бессмертия, а бессмертие человечества. И тогда выход для каждого будет найден. Следует всего лишь обратить взоры на окружающее человечество и дарить себя ему». В этом утверждении Кихот парировал предыдущий аргумент, предыдущее утверждение ЮМАРСИ. Поскольку ЮМАРСИ говорит, что человек идёт по кругу и не может найти выход, Кихот предлагает такой выход, что это бессмертие, но это не личное бессмертие конкретного биологического организма, конкретного человека, а бессмертие человечества в целом. И чтобы выйти из этого круга, нужно делать что-то для всего человечества. Следующее утверждение ЮМАРСИ. «Много планет, много земель, много людей, а серпантин будет везде. Бесконечность тоже». Я могу понять это утверждение ЮМАРСИ, что, что бы мы там ни говорили, но все люди бродят по этому замкнутому кругу, пытаясь найти бесконечность в себе. Один человек ищет, второй, третий, миллиарды людей ищут эту бесконечность в себе и ходят по этому синему кругу с цветами. Они пытаются подарить эти цветы, они хотят выйти из этого замкнутого круга, а у них не получается. Теперь утверждение Кихота, последнее в этой дискуссии. «Ходящий по кругу человек может испытывать величайшее наслаждение и радость, но может и страдание». Парадокс, но от страдания можно тоже получать наслаждение и радость. Если не получает, следует выходить из круга. Вот парадоксальная ситуация. ЮМАРСИ описывает ситуацию, что человек постоянно ходит по кругу, пытается найти выход. Кихот парировал таким образом. Но если человек не выходит из этого круга, ему нравится ходить по этому кругу. То есть хождение по этому постоянному кругу – это человеческое удовольствие. Человек находит в этом удовольствие, иначе он бы не ходил по кругу. Если человек в этом удовольствии не находит, казалось бы, ну это же проще простого. «Выходи из круга, выходи в мир и дари себя миру, не будь сам с собой». Дальше выводы сторон в этой нашей дискуссии в письменном виде. Итак, что пишет ЮМАРСИ? «Планета с такой корой, как на картине, есть выход для человека. Она не скрывает, что она есть бесконечность, что у нее есть серпантин, что кора ее негладкая, что иногда на пути будут цветочки». Я, собственно, не знаю, какой смысл ЮМАРСИ вложила в эти слова, потому что в этих словах, как и в картине, может быть несколько смыслов. Я понимаю это так, что ЮМАРСИ говорит, что вот этот бег по кругу постоянно – это и есть выход. То есть постоянное хождение с цветами – это и есть путь каждого человека. Теперь вывод Кихота. Человек заключен в плену своего тела, своих переживаний. И величайшее счастье может заключаться в том, чтобы пробить эту скорлупу и родиться для мира. А Кихот настаивает на том, что из этого круга нужно выходить. Итак, в нашей вот этой дискуссии мы видим два варианта, два выхода. Первый выход. Кихот предлагает выйти из замкнутого круга и родиться человеку для мира, то есть жить для других. Достигать какие-то результаты для других. По мнению ЮМАРСИ, выход для человека – это просто ходить по этому кругу. То есть на картине ЮМАРСИ написала один из возможных вариантов исхода для человека. Это исход, по сути, вот это хождение по кругу – это и есть исход. Вот такие наши размышления, которые рождаются при рассматривании этой картины. Это то, что сидело у нас внутри, и мы вытянули это наружу. А у вас, понятное дело, у вас будут свои мысли, когда вы будете рассматривать эту картину. Можете написать в комментариях, какие мысли рождаются у вас. Что сидит там у вас, вытягивайте его наружу. На этом эта дискуссия наша закончена. Я всех благодарю за то, что вы просмотрели это видео, поразмышляли вместе с нами. Всем спасибо и отдельное спасибо уважаемой ЮМАРСИ за дискуссию и за прекрасную картину.